Это не то видео, где пишут сборка ПК с Алиэкспресс, а там половина комплектующих вообще не с Алиэкспресс. В этом видео у нас есть все комплектующие будут с сайта Алиэкспресс, кроме корпуса. Его тут не будет вообще. Сборку ПК я собрал на столе. Ссылки на все комплектующие я оставлю для вас в описании. Начнем с блока питания, и это самый дешевый блок питания на 500 ватт. Видео я на него уже делал, и можно найти, кликнув по подсказке. Он дешевый, пустой и создан из материалов низкого качества, но мы имеем все нужные провода и зеленую LED-подсветочку. Оперативной памяти у нас 16 ГБ Viendo типа DDR4 на частоте 2400 МГц. Данная память работает на платах X99, и с процессорами Intel Xeon также дружит. К тому же она довольно бюджетная. SSD-накопитель, и тут внимание, у меня мой SSD-диск на 1000 ГБ. Вы же возьмите настолько, насколько вам нужно в зависимости от его емкости. Цена его будет также ниже. Я думаю, сейчас 256 ГОВ для бюджетного ПК для игры типа CSGO, Fortnite и Дотки. Я думаю, что 256 все же хватит. Заглушка и SATA кабель. У нас была в коробке с материнской платой, поэтому мы ее считать не будем, она нам досталась бесплатно. Крепление на сокете 2011 я также купил на сайте Алиэкспресс. Охлаждение процессора на сокете 2011. Имеет 6 трубок и RGB по цвету. Размер небольшой, кулер всего 90 мм, но его с головой хватает для нашего процессора. Материнская плата X99Z. Это самая бюджетная плата на X99. Имеет сокет 2011 версии 3. Очень простая и дешевая материнка. Она поддерживает BoostHack к тому же. Я уже делал обзор на эту плату. Видео можно найти по подсказке. В целом, эта плата не так уж и плоха, но не подходит для топовых CPU. Для бюджетных же сборок она, я думаю, подходит. Процессор у нас лучший бюджетный CPU с Алиэкспресса Intel Xeon E5 2620 версии 3. Процессор имеет 6 ядер, 12 потоков. Частота в стоке 2,4 ГГц, в бусте 3,2 ГГц и буст по всем ядрам 2,6 ГГц. Отличный процессор за свои деньги. Я уже делал видео на него. Вы можете посмотреть на него кликнув по подсказке. Видеокарта у нас также с Алиэкспресс. Я уже делал и про нее видео также. MDRX 470 на 4 ГБ от XFX. Видео можно найти кликнув по подсказке. В целом, это неплохая карта. Но покупка карты на Алиэкспресс это как сыграть в лотерею. Поэтому тут как вам повезет. Я ее полностью почистил и обслужил. Работает без проблем. Тестировать мы все будем в стоке и без анлока турбобуст. Да, конечно, лучше сделать с турбохак. Но я думал о людях, которые хотели бы купить и собрать и сразу играть. Без прошивки, моддинга биоса, установки всяких Ефи драйверов. Для записи видео мы используем карты видеозахвата. Никакого влияния на конечный FPS не будет. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Все полезные ссылки будут как обычно в описании. Начнем с теста системы Time Spy. Система набирает в сумме 3703 балла. Графика у нас 3600 баллов набирает. Процессор 4426 баллов. И тут у нас видно, что вроде как упор в видеокарту. Первая игра на тесте будет CSGO. Настройки у нас высокие, Full HD разрешение. Игра не очень требовательная. Но для нее часто собирают бюджетный ПК. В среднем у нас 146 кадров, минимум 115. FPS я считаю достаточно, учитывая тот факт, что обычно играют вообще на самых минимальных. Следующая игра на тесте это Fortnite. Настройки средние, Full HD и вроде как DirectX 12. Проблем с игрой также не наблюдается. Минимум 106 и в среднем 129 кадров. И это хороший играбельный FPS. При этом упор у нас опять же видеокарту. GTA 5 и еще одна игра, в которой обычно играют на бюджетных сборках ПХ. Настройки самые высокие, Full HD разрешение. Игра любит использовать CPU. И тут у нас батлнет со стороны GPU. И тут при этом все хорошо. Минимум 67 кадров и в среднем 77. Очень хороший гладкий геймплей. Следующая игра на тесте, Apex Legends. Довольно популярная онлайн игра, но предпочитает ресурсы видеокарты. Все настройки средне-низкие, карта с высокими зданиями. Минимум 78 и в среднем 118 кадров. Этого FPS охватает для комфортной игры. Battlefield 5 на нашем тесте. Настройка средний, Full HD разрешение и DirectX 11. Карта небольшая, но 16 игроков. Пару микрофризов все же было. Но такое бывает в начале игры. Минимум 63 кадра и в среднем 90. При этом геймплей очень играбельный. Следующая игра про джедаев Star Wars. Настройки высокие, Full HD разрешение. Игра довольно свежая и я взял самую первую сцену. И тут упор у нас в видеокарту также. При этом минимум 33 кадра и в среднем 62. Для одиночной игры этого хватает. Но я бы все же уменьшил график. Последняя игра на тесте. Метро Исход. Игра любит нагружать всю систему. Настройки высокие, Full HD разрешение. И тут система нагружена хорошо. Проблем с графиком, кадром и временем кадром я не вижу. Минимум 59 и в среднем 71 фпс. Это хороший фпс для метро Исхода. Особенно учитывая, что это одиночная игра. Давайте подведем итоги по сборке. За 18500 я считаю это довольно неплохой ПК. Который позволит нам играть в онлайн игры без проблем. А также запускать тяжелые игры на средне-высоких настройках. Конечно некоторые комплектующие я бы заменил. И самое главное это блок питания. Все же БП очень важная часть компьютера. Поэтому на нем экономить лучше не стоит. Спасибо всем за просмотр данного видео. Я надеюсь оно как минимум было вам полезно. Все полезные ссылки будут в описании. Не забывайте про подписки и лайки. Встретимся с вами в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok